Всем привет! Мы приехали в гости к Наталью и Сергею Руськиных. Будем смотреть их коз, а также посмотрим приспособы, которые сделал Сергей своими руками. Он краснодеревщик и делает всякие обалденные и полезные вещи для домашнего хозяйства. Мы в Краснодарском крае, Станица Переправная. Так, вот сразу же сходу рассказываю, почему заборчик с такими дырками. Это, похоже, они вытаскивали сено. А где сено-то? А, вот это? Вовнутрь. То есть... Трава здесь, да? Трава здесь выкладывается, а они уже головы просовывают и кушают. Ага, а тут сидит охранник молодой. Да, это охранница. Охранница. А она засовывает голову тоже. Так. Сейчас, видишь? Вижу, да, засунули. А, так там еще... У них какие-то приспособы, что ли, есть? У них треугольники, чтобы они не выходили. Так, а давай зверя выгоним. Роня! Маш! А треугольники где-нибудь... на козах, что ли, одеты? Да, на козлятах треугольники одеты, чтобы они не вылазили. А, понятно. А там приспособа, это она потому, что сосет маму. Роня. Вон у той намордник. Да. У нее намордник, чтобы она не высасывала. Она начала высасывать себя и маму. Роня. Так. Вот у козлят просто треугольники, да? То есть сверху они соединяются. Ага, вон видно. И тогда... И козы сидят там, потому что они выскакивают. Для коз это нормально, а для козлят это большеватые. Понятно. И они выходят. А так они сидят там. Кручь. Слушай, ну расскажи, какие козы-то у нас здесь находятся? У нас здесь нубийские и поместные козочки. Нубийского, Занинского типа. И одна немецкая козочка. Она самая крупная. Давай туда пойдем, да, мы сейчас к ним? Да. Вот так в наморднике выдавила себя, да? Да. Ну и сейчас буду делать побольше и уже туда саморезы. А, так у ней питаешься я намордник-то с саморезами? Да. А это... Строгий ошейник. Это козел у нас или кто? Да, это козник у нас. Чупа. Чупа. Ах ты, Чупа. Так, дружище, дружище, ты, конечно, козырный. Ну, очень. Да, но ты мне не даешь снимать. Чупа. Чупа-чупа. Чупа-чупс. Да. Ага. И вот я хочу показать козлят с ошейниками. Клево. Я вот еще хочу посмотреть кормушечку. То есть вот такая кормушка. Сюда засыпается зерно и, соответственно, насыпается поддон. Прикольная кормушка. Прикольная кормушка. Здесь она прямая. Вот они козы. И вот такие штуки. Наталья, а зачем вот эта вот жестяная жестянка? Жестяная жестянка. Это я вешала ведро для козлят с сосками. Понятно. Для ведра с сосками. Да. И они у меня отсюда кушали. А это для питья. Это для питья. Да. Когда воду проведут, здесь будут автоматические паилки. Ну, правильно. Скажи, почему мы в таком помещении доили? Потому что мы снесли старый навес. И у нас будет новый навес. И там будем мы уже ставить новую. То есть помещение-то нафиг не нужно. Навеса достаточно. Да. Здесь навеса достаточно. И зимой. Ну, в принципе, температура здесь достаточно хорошая. Можно на улице спокойно доить.